Всем привет, друзья! Мы находимся по-прежнему на Epicenter XL и сейчас произошло, я не могу сказать невозможное, но что-то сенсационное. Команда Fly2Moon обыграла команду Virtus.pro с счетом 2.0 и рядом со мной тренер Fly2Moon, это Шедовех. Привет, Женя! Всем привет! Скажи мне, ты вот, понятное дело, что ты счастлив, но просто вот счастье тренера и счастье игрока после победы, это одинаковые эмоции? Ну, мне кажется, да, абсолютно. Ну, переживают так же самое, как и пацаны, наверное, даже еще больше, типа, я вижу, ну, намного больше ошибок в игре, то есть люди не придают им значения, а я все вижу, как бы, и мне еще хуже. А вот у вас был какой-то план минимум на турнир, то есть то, что точно вам по силам, что вы реально можете сделать? Ну, да. Ну, вообще, я рад перед турниром сказал, сколько там дают за последнее место, мы хотя бы окупим то, что мы приехали. Ну, из группы мы примерно понимали, то, что мы можем выйти, когда видели группу. Ну, короче, получилось, как получилось. Ну, на турнире мы потренировались хорошо, до турнира не очень хорошо потренировались. Ну, короче, получилось все хорошо, поэтому... Ну, то есть вы превзошли не только ожидания сообщества, вы свои личные ожидания тоже превосходите сейчас? Ну, да. Саня перед игрой сказал, мы по ним выиграем, они очень сильные. Я говорю, закрой рот, все будет нормально. Слушай, настоящий тренерский подход. До этого кто-то из твоих ребят говорил, что вот ты и как статсмен работаешь, и как тренер, а вот по морали ты работаешь с ними? Вот ты сейчас хороший пример привел, так закрой рот, давай выигрывать. По морали? Ну, как, ну, я просто общаюсь с пацанами. Ну, у нас в целом, то есть не особо плохая атмосфера, чтобы... То есть у некоторых команд есть там какие-то проблемы. Ну, да, бывает мы там орем, все такое, но пацаны, в принципе, опытные. Типа, я раньше работал как бы с другими командами, тренером. Я как бы понимаю примерно, если пацаны молодые, то я даже в некоторых ситуациях могу не справиться. А тут парни поопытнее, поэтому мне легче как бы в этом плане. То есть они меня, ну, они меня слушают, то есть нет такого, что я там что-то сказал, а меня там проигнорили и все такое. Вот не трудно работать с таким разношерстным коллективом? Знаешь, одно дело, когда все деды, другое дело, когда все молодые, а тут и то, и другое. Да нет. Ну, как бы, хоть дотеры и старые, как бы, ну, я тоже в доту не первый год играю, как бы. Если пацаны играют лет по 10, то я тоже играю 10 лет условно. Ну, то есть тут все игроки, которые не начали там в 14-13 году играть, ну, примерно на одной волне как бы сидят. И если бы, ну, если бы у них были какие-то затупы, там, не знаю, какие-то свои загоны, там, 15-летние, там, что они там доту играют, там, какие-то загоны 15 лет назад. Такого у нас нет. Ну, типа, пацаны, ну, как бы выкупают. Поэтому все у нас хорошо. А кто обычно самый, вот, активный на стадии драфта, на этапе разработки стратегии? То есть кто твои главные помощники именно из игроков в этих вопросах? Ну, не знаю. Обычно мы, как бы, смотрим перед матчами, так сказать, что брали, что берут они на мячу, это. Потом мы сидим час где-то за день до матча, распикиваем друг против друга. Как бы разные варианты. То есть можем сидеть час-два, там, разные варианты, там, SP, распикивать, как получится, ну, и самые лучшие варианты мы оставляем. И потом, то есть, примерно, вот, условно, я сейчас сижу, пикаю, да, то есть, ну, вообще, мне кажется, не особо важно. То есть мы примерно знаем, что заранее будет. Но, вот, к примеру, сейчас против ВП мы не особо подготовились. То есть мы хотели выиграть OG и, как бы, вообще не готовились. Ну, вообще, абсолютно. То есть вышли на траве, посидели 20 минут, подошел Саня, сказал, нужно потрогать Миракла. Потрогал Миракла, сказал, ну, все, потрогал Миракла, теперь выиграем. И мы выиграли. Вот, оказывается, в чем секрет успеха. Да. И когда мы выиграли Минески, то Саня тоже потрогал Миракла. Ну, так просто. Потом он не трогал, и мы там проиграли пару матчей. Так что, такой секрет успеха. Вообще, когда, опять же, твои подопечные дают интервью, они всегда рассказывают, что вот. Все говорят, откуда вы взяли вообще Шадовеха, откуда он появился. И все такие, ну, вот, что-то он согласился с нами поработать, где-то мы его нашли. И вот теперь он с нами работает. А какая твоя версия? Кто тебя именно нашел, кто в команду привел, с кем ты разговаривал, общался? Ну, как, ну, я раньше тренировал в тиме М19, и мы тестили на эфира, условно, с Айсбергом там поигрывали, то есть. И Леха на награде там был. То есть мы примерно уже были, я с тремя игроками был знаком до Флайт Томо. Ну, короче, я был знаком по прошлой тиме. И потом Саня предложил, типа, давай с нами, типа, дальше, мы пойдем играть, и все окей. Все так все сложилось, случайно. А патч сильно подкосил вас? Нет. Мы, во-первых, патч, условно, ну, он усилил там силовиков, там прочих героев, там все такое. Мы это выкупили еще на стреладере, когда мы играли. То есть мы сразу понимали, что жесткое. Мы хорошо пикали против китайцев и все такое. Просто мы не дожали. Ну, короче, ошиблись после 30-х плюс минуты, нас переехали по карте. Мы должны были выигрывать. Ну, получилось, получилось. Потренировались перед эпицентром, какие-то ошибки, то есть замазали, все окей. Слушай, ну, я задал вопрос, насколько вас подкосил патч, потом вспомнила, что вы 20 минут готовились к игре против Virtus.pro, и, наверное, вы та команда, которой очень трудно подкосить такими вещами. Ну, ну, просто какие-то детали заметили. Ну, так получилось. Может, какой-то будет патч неудобный, мы там, ну, не быстро выкупим. Мы посмотрели, там, за киллы дают мало денег, там, лучше там не убивать, а поставить там пофармить, условно. Или там, ну, всякие разные моменты мы быстро выкупили. Поэтому мы в каком-то... Короче, то агрессировали, то не агрессировали. Мы быстро поняли, как играть. Вот так вот. Часто команды, которые приезжают на турнир андердогами, вот, по-моему, это рассказывал Резоль, когда он здесь и топ-2 занял на Интернешнале. Когда занял Резоль топ-2 здесь и на Интернешнале, он, по-моему, в каком-то интервью рассказывал, что вот сначала они были тоже такие андердоги, ну, вот бы сюда пройти, вот бы этих выиграть. А потом, когда дошли до финала, то все, у тебя пельна на глазах, ты хочешь выиграть, ты чувствуешь, что ты вообще-то можешь стать чемпионом турнира. Вот вы после всех шуток про проигрыш в Virtus.pro, про последнее место на турнире, вот сейчас открылось второе дыхание, вы чувствуете, что вы можете победить? Ну, вот шутки шутками, но мы еще до турнира, там проигрывали все КВ, и Саня такой говорит. Ладно, давайте представим, что мы вот уже выиграли турнир, короче. Вот стоит Бадяныч, тут стою... Тут стоит Айрат, тут стою я, тут стоит Саня, а тут Айрат, ой, а тут Анонграда. И флай вот так вот на локте лежит на полу. То есть мы сразу же представили... Вы репетировали позу победную? Да, мы уже срепетировали, когда мы выиграем. Мы уже срепетировали, как мы выиграем турнир. Ну, заранее, до турнира. Поэтому, не знаю. Мысли материально. Да, то есть для меня удивление, что так оно получается, но мы уже срепетировали, как бы. Я не удивлюсь, если мы выиграем, потому что... Ну, мы уже отрепетировали, в принципе, и оно все так идет, все хорошо, хорошо. Понакатанный. Спасибо тебе большое за интервью. Напоследок какие-то приветы хочешь передать? Передам привет. Ладно, кто-то обидится, если я передам привет. Привет там родным, друзьям, всем со стима. Чтобы там не писали. Потому что кому-то не передал привет. Ну, в общем, кто-то просил передать, я не помню. В следующем контент-интервью вспомню, передам. Продолжение следует... По секунду. ology.